В Омске почти 500 человек пострадали, пытаясь перейти дорогу. 24 при этом погибли. Это только в этом году. 8 человек оказались под колесами прямо на пешеходной зебре. В том числе и потому, что до переходов зачастую приходится идти по проезжей части. Почему, расскажет Дмитрий Ковалев. Несколько раз в день Татьяна Барского проходит по этому пешеходному переходу. Он появился недавно и особой популярностью у жителей микрорайона Солнечный не пользуются. Зимой подход завален снегом, а весной и осенью на обочине лужи. Ходить приходится в резиновых сапогах. Вот все идут вот так, либо так, а тут вот. И не сделали этот асфальт, вот вообще сделали непонятно как, а здесь нет, то есть неудобно. Перейти дорогу по правилам нет возможности. Из-за грязи на тротуаре омичам приходится выходить на проезжую часть. А это большой риск. Бывает не пропускает, а бывает ничего. Когда как грязи хватает. Лужи кругом. И с той стороны, и тут. В Омске таких чистых пешеходных переходов единицы. Чаще всего это центр города. А на окраинах они выглядят вот так. Всего в области более двух тысяч зебр. И почти столько же нарушений выявили автоинспекторы в их содержании. Это отсутствие разметки, грязь, снег и недостаточное освещение. Состояние дорог – это прерогатива и полномочия, расходные обязательства собственника. Собственником является муниципалитет, то есть хозяин той дороги, администрация того района, на чьей территории расположена эта дорога и пешеходный переход. Каждое нарушение, оно у нас отрабатывается либо выдачей предписания владельцу дороги на устранение недостатка, либо составлением административного протокола за нарушение правил содержания уличной дорожной сети. Уборка тротуаров – отдельная статья в городском бюджете. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска признают, чтобы очистить все подходы к пешеходным переходам, не хватает ни людей, ни денег. К тому же подводит устаревшая инфраструктура. В ГИБДД отмечают, за последние три года удалось привести большинство омских переходов в порядок. Появляются ограждения, устанавливаются освещения и предупреждающие знаки. Вот только не везде. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.